Так, ну что, сейчас немножечко подождем всех зрителей наших и начнем тренировочку. Так, сейчас совсем немного, друзья. Уверяю, будет очень интересно. Обязательно смотрите тренировку в записи, отсылайте друзьям. Будем тренироваться. Сейчас начнем. Хорошо. Так, ну я думаю, нужно начинать. Ну что, друзья, так, еще подождем, наверное. Давайте, друзья, я поприветствую вас, познакомимся. Конечно же, меня зовут Матюшов Иван Александрович, я директор школы плавания «Моя стихия». И сегодня мы с вами проведем классную тренировку на все группы мышц, которая может быть адаптирована как для взрослых, так и для детей. Тренировка с элементами плавания. И она будет функциональной, довольно такой напряженной, мне кажется, для вас и для меня в том числе. Поэтому выполняйте по возможности, по своим способностям. Если будет довольно тяжело, конечно же, восстанавливайтесь, отдыхайте. Но, я думаю, все у нас будет в порядке, потому что у нас довольно хороший отдых. Упражнения по интенсивности подобраны вполне комфортно. И, я думаю, будет все нормально. Так, ну что, я думаю, будем начинать. Еще раз хотел также сказать спасибо Министерству спорта Омской области за такую возможность провести тренировочку вместе с вами. Теперь мы сидим дома, и поэтому нужно, конечно же, нам заниматься спортом. Ни в коем случае не забрасывать. Это очень важное дело. Поэтому мы начнем с вами. Я надеюсь, это войдет в привычку у тех, у кого еще это в привычку не вошло. И мы будем классно тренироваться, и будем здоровыми, сильными. И когда у нас откроют все спортивные сооружения, бассейны наши в том числе, мы придем на тренировки и начнем полноценно заниматься без потери сил от этого видео. Так что, друзья, обязательно пишите свои вопросы нам в комментариях. Также связанные с упражнениями, либо, возможно, с плаванием, будем на все попутно отвечать. Да, конечно, друзья, обязательно пишите все вопросы, которые вас интересуют абсолютно по любой тематике насчет тренировки, насчет плавания в особенности. Также я хотел сказать, что мы занимаемся плаванием с детьми от двух месяцев жизни, с подростками, со взрослыми. Поэтому все вопросы интересующие можете писать. Мы будем тренироваться и в том числе отвечать, конечно же, на ваши вопросы. Так, ну что, давайте начнем, друзья. Начнем с легкой разминки. С легкой разминки нам понадобится для занятия коврик гимнастический и на сегодня больше ничего не нужно. Начнем разминку у нас стандартную, базу. Руки располагаются на поясе, круговые движения головой. Небольшие круговые движения, ни в коем случае не резко. Еще продолжаем. Также занимайтесь всей семьей, взрослые, дети. Для всех эта тренировка подходит. Отлично, разворачиваем в другую сторону. Хорошо. Продолжаем еще. Замечательно. Немножечко расслабились. Отлично, друзья. Самое главное, сейчас мы начинаем разминку плавательную. Пальцы располагаются вместе, сомкнуты. Руки располагаются наверху. Совершаем одновременные круговые движения руками. Поехали. Отлично. Сейчас мы имитируем стиль плавания бутерфляй. Это хорошая разминка для суставов, для мышц рук. Поэтому продолжаем делаем вместе. Постарайтесь сделать так, чтобы руки задевали уши в процессе круговых движений. Вот таким образом. Конечно, это сделать довольно сложно, но я думаю, у вас получится. Отлично. Также можно добавить пружинищие движения в коленных суставах. Замечательно. Продолжаем еще. И стоп. Хорошо. Расслабляем руки. Отлично. Отлично. Дышим. Вдох. Выдох. Хорошо. И начинаем круговые движения одновременно назад. Имитируем плавание на спине двумя руками. Поехали. Также задеваем уши в процессе движения руками. Также, друзья, пишите, пожалуйста, если вдруг плохо слышно, как связь, как трансляция, вообще как голос. Слышно ли хорошо, ли плохо. Напишите, пожалуйста. Отлично. Продолжаем. Круговые движения. Хорошо. Что еще? Отлично. И стоп. Небольшие прыжковые движения, чтобы расслабить все руки. Хорошо. Ну и начинаем имитировать стиль плавания кроль. Для этого располагаем одну руку сверху, прижата к голове, другая прижата к корпусу. Пальцы также сомкнутые. Совершаем небольшой наклон корпуса вперед. Таз отводим назад. И выполняем поочередные движения руками. Друзья, кто подключается только сейчас, ничего страшного, вы можете начать прямо сейчас заниматься вместе с нами. Да, это только начало, разминка. В принципе, ничего страшного. Отлично. Главное следите за неподвижностью головы. Продолжаем. Еще немного. Стоп. Отлично. Также выполняем прыжки. Расслабляем руки. Хорошо. Выполняем поочередные движения руками назад. На этот раз мы делаем упражнение на спине без наклона. Одна рука располагается снизу, другая сверху. Выполняем поочередные движения руками назад. Хорошо. Продолжаем еще. Отлично. Пишите, как у вас успехи, получается, устали или не устали. Еще немного. Продолжаем еще. Довольно утомительно может быть упражнение для мышц плеч в особенности. Стоп. Хорошо. Небольшие прыжковые движения. Также расслабляем руки. И готовимся к следующему разминочному упражнению. Наклоняй вперед, а затем назад. На этот раз мы будем наклоняться без прямых ног. Ноги выполняют пружинящие такие движения, чтобы они амортизировали наклон вперед с прямой спиной. А затем небольшой наклон назад. Поехали. Руки можно располагать впереди. И затем ставить на корпус. Выполнять прогиб назад. Еще. Говорят что-то со звуком. Напишите, пожалуйста, все, как нас, в принципе, слышно. Кого слышно? Может быть, слышно меня, Ивана, не очень. Либо, может быть, никого из нас не слышно. Чтоб мы как-то поняли, что сделать. Хорошо. Также небольшие прыжковые упражнения. Выполним, расслабляемся, готовимся. Сейчас выполняем наклон вправо, а затем влево. Попробуем. Вправо. И затем в левую сторону. Отлично. Хорошо. Друзья, продолжаем. Да, напишите, как слышно, хорошо или плохо. Что-нибудь придумаем, если вдруг связь плохая. Хорошо. Еще. Продолжаем. Отлично. Стоп. Руки струкнули. Замечательно. Ну, друзья, сейчас выполняем присед. Приседание разминаем ноги. Необходимо располагать жидко ноги на ширине плечи. Возможно, чуть дальше. Немного дальше. Выполняем приседание. Таз отводим назад. Поехали. Раз. И на выдох выполняем подъем. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Кому, если плохо вдруг слышно Ивана, на выдох поднимаемся. И еще продолжаем, друзья. Отлично. Стоп. Хорошо. Ну что, друзья, достаточно. Я думаю, все мы размерлись, все готовы. Сейчас мы будем выполнять упражнение 30 секунд. Одно упражнение. Следующее упражнение выполняем минуту. И затем 30-ти секундный у нас отдых. Разумеется, временное объяснение упражнений у нас будет. И мы начнем. Первое самое упражнение. Мы выполняем конец грибка в кроле. Будем с вами изучать каждый стиль плавания. Для начала необходимо встать на предплечье в планку. Отлично. Надеюсь, все у нас это освои. Теперь выпрямляем руки. И в этом упражнении выполняем конец грибка. Посмотрите. Отведение назад и возвращение в исходную позицию. Отведение назад и в исходную позицию. Самая главная задача сделать пальцы таким образом, чтобы образовалась небольшая такая, так скажем, ложка, которая загрибает. Воображаем в воду и отводим ее назад. Готовы? Начинаем работать. 30 секунд. 3, 2, 1. Поехали. Всем здравствуйте, кто еще подключается. Можете, в принципе, даже сейчас подсоединяться. Если вдруг не успели подготовиться, можно будет потом посмотреть запись в эфире и обязательно потренироваться. Потом обязательно напишите в комментариях, как вам тренировка. Было сложно или легко? Все ли получилось у вас выполнить? Хорошо, еще 10 секунд. Упражнение эти подойдет для всей семьи, для взрослых, для детей, для пловцов и тех даже, кто никогда не занимался плаванием тоже. И стоп. Отлично, друзья. Расслабляемся. Надеюсь, у вас получилось. Пишите в комментариях ваши успехи. Замечательно. Хорошо. Отдыхаем, восстанавливаемся. Отлично, друзья. Ну что, сейчас мы выполняем с вами грибок. Будем действовать одну минуту, располагаем таз позади, небольшой наклон вперед. Руки располагаются впереди, задача свершить полный грибок до конца и ребром возвращаем руки назад. Самое главное делаем не согнутый локоть, а локоть располагается чуть повыше. Это самая эффективная траектория для выполнения этого упражнения. Поехали. Раз. Раз. Работаем минуту. Хорошо. Работаем целую минуту без остановок. Самое главное не останавливаться, потом будет отдых. Еще. Отлично. Также все... Укорачиваем грибок. Поехали. Уменьшаем амплитуду. Все, кто недавно подключился к нам, хочу вам напомнить о том, что вы можете задавать любые вопросы в комментариях, связанные с упражнениями, с тренировкой этой, любой другой, либо, может быть, связанные с бассейном. Обязательно спрашивайте, не стесняйтесь, на все ответим вам. И минимальная амплитуда. Поехали. Еще чаще, 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 уже сложнее, становится сложнее. Продолжаем. Сейчас нужно немножечко дотерпеть. Делаем как можно чаще. Уже скоро, скоро будет отдых. И стоп. Отлично, друзья, я уже готов. Довольно-таки устал. У нас жарковато сегодня. Продолжаем. Отдыхаем, отдыхаем. Сейчас новое упражнение. Замечательно. Теперь выполняем упражнение для стиля бетерфляй. Необходимо принять горизонтальное положение на груди. И затем соединять ладонь позади. По крайней мере, стремиться соединить. Попробуем. Необходим гимнастический ковер. Ложимся в горизонтальное положение. И поехали. Выдох. В исходное положение. Выдох. Работаем 30 секунд. Выдох. Стараемся соединять руки. Выдох. Также пишем свои вопросы, друзья, если они возникают. Самое главное, делайте без отдыха. Вот эти упражнения делайте 30 секунд, потом минуту. Не останавливайтесь, будет отдых обязательно в конце. Еще. Стоп. Отлично. Восстанавливаем силы, отдыхаем немножко. Скоро начнем следующее упражнение, друзья. Замечательно. Фу, неплохо, неплохо. Так, друзья, ну что, сейчас мы выполняем одновременное движение руками назад. Целую минуту. Затем я скорректирую упражнение и скажу вам, что делать. Поехали. Работаем целую минуту. Работаем целую минуту. Круговые движения назад. Также эти упражнения очень хорошо подойдут для тех, у кого есть проблемы с осанкой. Отлично работают плечи, мышцы спины. Хорошо. Опять же, работаем без остановок, это очень важно. Стоп. Теперь резко соединяем стрелку. Касаемся бедра и соединяем стрелку. Продолжаем. Добиваем плечи меньшей амплитудой. Еще. Еще. Продолжаем, друзья. Хорошо. Еще немного, немного, немного. Продолжайте, не останавливайтесь обязательно. Стоп. И теперь еще более мелкой амплитудой добиваем плечи. Поехали. Чаще, чаще, чаще. Продолжаем, продолжаем добиваем. Терпим, терпим. Еще, 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 еще. Не останавливайтесь. Нужно потерпеть. Вот и все. Отлично, отлично, друзья. Надеюсь, вы так же устали, как и я. Потому что тогда тренировка пройдет очень эффективно для вас. У нас будет три пика нагрузки в тренировке. Первый пик уже близится. Скоро будут остальные. Отлично. Хорошо, друзья. Следующее упражнение у нас также 30 секунд. Выполняем отжимания в стойке на коленях. У кого получается хорошо, можно в обычной стойке, на носках. Отжимания с отведением локтя назад. А затем соединяем стрелку за головой. Попробуем. Также работаем 30 секунд. Поехали. Отлично. Делаем, делаем, делаем еще. Сейчас делаем 30 секунд без остановки. Когда будет перерыв, ответим на ваши вопросы. Стоп. Отлично, друзья. Сейчас следующее упражнение минуты. Будем работать в минуту. Вы видите, как я устал. По крайней мере, вспотел уж точно. Хорошо. У нас вопрос появился. Плаваю плохо только за счет силы рук. Боюсь воды. Как быть? О, друзья. Если плывете только за счет силы рук, расскажите, пожалуйста, умеете ли вы погружать лицо в воду? Нырять полностью. Часто бывает, плывут только за счет рук с поднятой головой. Это абсолютно неверно. Необходимо опускать лицо в воду. Если лицо в воду опускается, это хороший признак. Можно работать над технической частью. Если не особо ныряете, нужно прежде всего научиться нырять и погружать лицо в воду. Это очень важно. Обязательно напишите нам, умеете ли вы лицо в воду. Уже исходя из этого, мы будем давать какой-то следующий совет, как правильно поступить. Отлично, друзья. Друзья, ну теперь круговые движения руками вперед, дельфин. Поехали. Делаем минуту без отдыха. Обязательно не отставайте без остановки. Продолжаем. Хорошо. Может быть тяжело, но нужно немножечко потерпеть. Потом будет отдых. Также, друзья, если у кого-то еще есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Отлично. Теперь руки в наклоне разводим в стороны. Укоррошиваем амплитуду, уменьшаем еще. Спину держим ровно. Для того, чтобы держать спину ровно, особенно детям, необходимо поднять голову вперед. Это очень хорошо поможет стимулировать разгибательный рефлекс. И тогда спина будет более прямая. Работаем еще, 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 еще. Стоп. Мельчайшие движения. Поехали. Это достаточно тяжелое упражнение, но у нас совсем немного осталось. Поэтому дотерпите, постарайтесь, делайте как можно меньше амплитуду. Уже почти все. Скоро будет отдых. Просто тяжеловато. Так, надеюсь, вам полегче. Отлично, друзья. Отлично, друзья. Мы уже близимся к новым упражнениям. К концу первого пика. Если есть вопросы, задавайте. Обязательно пишите в комментариях, мы на все ответим. Ху-ху-ху. Отлично. Сейчас интересное упражнение. Будем изучать движения руками брас. Сначала очень простое. Разгребание в стороны и руки вперед. В стороны и руки вперед. На основе этого будет построено следующее упражнение. Движение руками брас плюс отжимания. Отжимания от стены. Работаем 30 секунд. Поехали. Вставайте от стены примерно на расстоянии рук. И выполняйте следующее упражнение. Имитация руки брас и отжимания. Чтобы было посложнее, можно встать даже подальше немножечко. Ну, если нужно полегче, то вставайте, конечно, поближе. Смотрите всегда по своему самочувствию. Ху-ху. А оно у меня уже такое. Ну что, друзья. Сейчас минуту работаем. Минуту. Довольно сложное упражнение. Сейчас будет как раз первый пик близится. Надеюсь, вы выдержите. Но если тяжело, прекращайте. В следующий раз получится еще подольше. Сейчас осуществляем подъем плеч и ног. И выполним сведение локтей позади. Попробуем. Целую минуту работаем. Начали. Здесь главное не опускать ни ноги, ни руки на пол. Но если уж совсем тяжело стало, то, конечно, отдохните. Но лучше потерпеть. Всего лишь минуту работаем, зато потом отдыхаем. Работаем над своей выносливостью. Кто сможет. Если стало тяжело, то можно немножко отдохнуть. Передохнуть, перевести дыхание. Это не так уж и плохо. И продолжить. Также обязательно пишите нам о своих успехах. Получается ли у вас выполнять все упражнения. Если вдруг нет, пишите, что не получилось. Мы обязательно подскажем, как это исправить. Отлично, друзья. Первый пик у нас прошел. Прошел. Отлично. Отпишите, как самочувствие. Если какие-то вопросы возникают, задавайте. Обязательно. Сейчас есть время их разобрать. Отлично. Замечательно. Готовимся. Готовимся. Сейчас расскажу следующее упражнение. Оно будет также для браса. Также для браса. Надеюсь, вам будет комфортно его выполнять. Потому что оно довольно такое сложное. Сложное. Выполняем пресс. Хотя следующий еще, наверное, сложнее. Выполняем пресс движением руками брас. Посмотрите, пожалуйста. Выполняется подъем, разгребание рук и касание. Техника сложная в плане техники, конечно. Ложимся. Разгребание руками в стороны. И выведение их вперед. Стараемся делать с хорошей интенсивностью. Без остановки. Поехали. Опять же, делаем 30 секунд. Стараемся не останавливаться. По своей скорости смотрите сами. Ну, лучше, конечно, повторять за нами. Делать в этом же темпе. Кстати, друзья, кто подключился только сейчас, не расстраивайтесь, не переживайте. Эфир обязательно сохранится. Можно будет потренироваться после. Ну, я думаю, еще много-много раз. Потому что тренировка достаточно интересная. Упражнения очень много новых. Связки хорошие. Упражнений. Поэтому не расстраивайтесь. Если что, можно будет потренироваться после. Фу, я уж точно не расстроюсь. Потому что я уже довольно-таки готов. Ну, больше потому что жарко, конечно. Фу. Ну что, друзья. Ну что, друзья. Сейчас вот мы выполним минуту упражнений. Вот оно посложней. Выполним движение руками в раз, но по очереди в планке. Это довольно сложно. Но, я думаю, сподучится. Можно выполнять на коврине на полу. Сейчас покажу технику выполнения. Выполняется планка. Можно в стойке на коленях. Можно на носках, как угодно. Рука вперед. Движение брас. И в исходное. Вперед. Брас. И в исходное. Готовимся. На коленях, конечно же, будет попроще. Кому слишком легко, можете встать на носки. Делаем целую минуту. Поэтому все силы свои не тратьте. Поэкономьте. Стараемся выдержать всю минуту. Также хочу сказать, кстати, друзья. Если вдруг у вас появятся вопросы после трансляции. Вы будете смотреть запись. Не стесняйтесь. Задавайте любые вопросы. Даже в комментариях уже после. Сейчас делаем минуту. Стараемся не останавливаться. Любые вопросы, связанные с техникой выполнения упражнений. Либо, возможно, с бассейном. Какие-то вопросы у вас. Страхи, связанные с водой. Все-все-все. Постараемся ответить. Уже почти все. Уже все, друзья. Хорошо. У кого получилось, вы большие молодцы. Это действительно было тяжело. Отлично. Пишите свои комментарии. Вопросы какие-то возникают. Пообщаемся. Ответим на все ваши вопросы. Напоминаю, наша школа плавания сейчас проводит тренировочку для вас. Мы специализируемся на обучении плавания. Детей от двух месяцев. Поэтому можно и про грудничковый период задавать вопросы. У нас очень большой опыт в этом деле. Поэтому задавайте, спрашивайте. Будем отвечать на все-все-все. Конечно, взрослых тоже мы тренируем. Поэтому, если что. Отлично, друзья. Ну что, сейчас выполняем небольшую перебивку между первым пиком и вторым. Выполняем упражнение джампинг-джек. Поехали. Отлично. Обязательно, когда руки сводите, ноги в стороны. Достаточно легкое упражнение, но главное без остановки делать. Замечательно. Теперь поочередные удары ногами вперед. Попробуем. Можно выполнять это без гимнастического ковра. Поехали. Поехали. Еще продолжаем, друзья. Сейчас делаем целую минуту. Не останавливайтесь. Совсем немного осталось. Кстати говоря, друзья, кому понравится эта тренировка, у нас еще очень-очень много тренировок, на которые можно поработать. Есть с инвентарем, есть без. Подойдут любые для всех. Их очень-очень много. Также в профиле, в котором вы сейчас смотрите, тоже очень много тренировок. Обязательно переходите, смотрите. Да, я сам смотрел. Довольно классные тренировки по единоборствам, по тяжелой атлетике. Прям вообще замечательно. Поэтому присоединяйтесь, смотрите. Если вдруг пропустили. Друзья, да. Сейчас начинаем изучать движения руками. Кроль пофазные. Посмотрите, пожалуйста. Будем делать и с фланки. Также можно выполнять на коленях. Можно на носках. Как вам удобно. Стойка в фланке. И выполняем несколько фас-кролля. Конец грибка. Касание подышки вперед. И возвращение в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Готовы? Работаем 30 секунд. Поехали. Канец грибка. Пронос, вывод вперед. И усходное. Смотрите внимательно обязательно. По очереди руками выполняем движения. Сильно не торопимся. Ну и сильно много тоже не отдыхаем. Кстати говоря, у нас в профиле тоже есть очень-очень интересная тренировка на руки. Если кто-то искал новое упражнение, обязательно можете посмотреть. Да, друзья, сейчас мы работаем на пресс. Посмотрите, пожалуйста. Будем выполнять минуту. Подъем каждой руки вверх осуществляется на подъем корпуса. Как в скольжении, стилем плавания, кроль. И ускорное положение. Готовы? Поехали. Прошло уже достаточно много времени тренировки. Уже достаточно тяжело становится. Но главное сейчас не останавливаться. Это очень важная часть. Делаем целую минуту без остановки в хорошем темпе. Можно чуть быстрее, чуть медленнее, но главное без остановки. У нас тут как раз появился еще один вопрос. Спрашиваю, с какого возраста лучше начать плаванием заниматься ребенку. И вот сейчас, пока у нас отдых, мы ответим. Да, смотрите, для занятий плаванием, в принципе, нет никаких ограничений по началу возраста. У нас ребята обучаются с двух месяцев жизни. То есть, в этом возрасте как раз действует рефлекс задержки дыхания. Мы обучаем ребят, точнее не обучаем, а выполняем с ребятами погружение. Под воду они задерживают дыхание благодаря этому рефлексу. А потом этот рефлекс уже переходит со временем в осознанную задержку дыхания. И ребята, например, в год жизни, в один год, уже могут погружаться примерно до полуметра, до метра глубины. И доставать определенные предметы с лестницы, к примеру, в бассейне. Это, конечно, очень хороший уровень. Не у всех он получается, но тем не менее, это вполне возможно. Без вреда и даже с большой пользой для ребенка. Также, ребята, к нам приходят с трех лет. С двух, с четырех, с пяти. Но хочу сказать, что обучать стилем плавания, кролем, брасом, спиной, патрифляем, мы начинаем примерно с трех-четырех лет. Когда уже навык освоения с водой получен, ребенок спокойно двигается в воде, мы уже начинаем тогда выполнять с ребятами более сложные элементы. Поэтому возрастных ограничений особо нет. Вот с двух месяцев мы уже начинаем. Так, 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 так. Ну что, друзья, отлично. Сейчас выполним еще одно упражнение, оно довольно такое интенсивное. Выполняем кроль в планке. Теперь мы соединяем все фазы полностью, все фазы полностью и добавим пресс. 30 секунд, работаем следующее упражнение. Движение правой рукой, постановка, движение левой. Поехали. Опять же, выполняем без остановки. Кстати говоря, о плавании хочу еще добавить, что ограничений действительно никаких нет. Не бывает поздно, не бывает рано. Это действительно так. Даже и можем иногда приезжать патронаж, даже если ребенку один месяц. Это, в принципе, тоже возможно. Поэтому в любом практически возрасте можно научиться и нужно. Отлично, друзья. Хорошо, сейчас будем делать не по минуте, а по 30 секунд. Сейчас планка на боку у нас. Можно немножко сейчас развернуться для наглядности для вас. Выполняем постановку предплечья на пол. Другая рука располагается на корпусе. Выполняем постановку и работаем 30 секунд. Поехали. Держим корпус. Главное обязательно держать ни в какую, ни вправо, ни влево, ни вниз не опускаться. Нужно обязательно ровно. Иначе, конечно, результата хорошего не будет. Потерпеть совсем немножечко, 30 секунд. Но потом еще на другую сторону. Результат действительно будет хороший. Для чего мы делаем столько упражнений на корпус, на статическое напряжение? Потому что в плавании очень важна торсионная жесткость. Именно крепкость мышц корпуса, спины. Потому что при движении руками, ногами, корпус в приплавании. Корпус должен быть напряженным, в статическом напряжении. Для того, чтобы улучшить гидродинамическую форму туловища. Если оно будет разболтанное, такое слабое, то, к сожалению, высокой скорости не достичь. Если оно будет крепким, движимое силами рук и ног, тогда скорость прибавляется и спортсмен показывает хороший результат. Поэтому очень много упражнений на мышце корпуса и спины. Отлично. Отлично. Хорошо, друзья. Ну, теперь сейчас поочередно движение руками в упоре, сидя сзади. Практически такое же упражнение, только в другом упоре. Работаем 30 секунд. Поехали. Крой на спине. Тоже достаточно сложное упражнение, но вполне. Тут, кстати, у нас появился новый вопрос. Как самоизоляция и отсутствие тренировок на воде сказались на физической форме пловцов. Если на конкретной форме вот этого пловца, то негативно. Но ребята, которые у нас занимаются, они также занимаются онлайн, выполняют тренировки, так же, как мы с вами сейчас тренируемся. Я скажу, что если тренироваться качественно дома, не пренебрегать режимами тренировки, качеством и так далее, то можно даже нарастить форму. Но в плавании существует специализированное восприятие, как и в другом, в любом виде спорта. Например, в плавании специализированное восприятие – это чувство воды, есть такое. Оно специфично и тренируется только в тренировках на воде. В зале его невозможно развить. Это именно каким образом правильно чувство того, как нужно правильно захватить поверхность воды, как правильно подтянуть воду. И такое специфическое ощущение, оно вырабатывается у пловцов с годами. И при отсутствии тренировок на воде конкретно, оно теряется. Но со временем оно возвращается, и спортсмен также показывает высокие результаты. Поэтому, я думаю, здесь ничего особо страшного нет. Главное – работать, тренироваться, и все будет качественно. Поехали. Друзья, на другой бок. Работаем 30 секунд. Держимся. Мы действительно сейчас тренируемся каждый день, хоть дома, хоть в онлайне. Но стараемся держать себя в форме, потому что это очень важно. Если бы мы все это время сейчас просто просидели, к сожалению, конечно, было бы уже тяжело вернуться на воду. Но поскольку наши ученики, ребята-пловцы, занимались вместе с нами дома, я думаю, что все будет хорошо. Они вернутся. Единственное, конечно, что сказалось, мы очень сильно все соскучились по бассейну. Вы вообще не говорите, тем более такая жара, охота сразу же окунуться в бассейн прямо сейчас. Но пока ждем. Пока ждем. В любом случае нельзя нарушать все режимы безопасности, потому что распространиться инфекция может быстро, внезапно, если мы все начнем их нарушать. Поэтому сейчас ждем, надеемся, скоро все откроют и будем работать, тренироваться в прежнем режиме, я уверен. Хорошо, друзья. Сейчас небольшая у нас перебивочка. Выполним прыжки с небольшими выпадами, сменами ног. Поехали. Добавляем руки. Если еще у кого-то остались вопросы, либо вдруг кто-то подсоединился совсем недавно, обязательно спрашивайте, не стесняйтесь. Любые вопросы связаны с тренировками, с бассейной, с техникой, с чем угодно. Мы постараемся на все-все-все ответить. Широкий выпад с подъем рук. Делаем поочередно. Правая и левая нога и руки наверх. Если вдруг кто-то будет смотреть тренировку в записи и появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь, можете задать их в комментариях, либо связаться с нами лично. Мы тоже обязательно вам ответим. Сейчас классное упражнение. Переходим к мышцам ног. Мышцы ног очень важны в плавании, в том числе, да и в любом другом виде спорта. Особенно в брасе плавание стилем брас. Очень многое зависит от ног. Больше 50%. И необходимо их тренировать. И сейчас мы некоторые упражнения с вами выполним. Смотрите, друзья. Выполняем чуть подольше. 40 секунд. 40. Нога пойдем сюда, чтобы вам было все хорошо видно. Выполняем постановку правой и левой ноги. И одновременно постановку рук на плечи и стрелки. Посмотрите. Вверх. Опять. Раз. Два. И вновь продолжаем. Надеюсь, у вас получится. Начинаем. Три. Два. Один. Поехали. Раз. Раз. Вверх. Вниз. Раз. Раз. И начнем с другой ноги. Смотрите внимательно. Меняем ноги. Сначала с правой, затем с левой. Делаем все без остановки. В своем темпе. Ну, конечно, кто может быстрее, отлично. Кто не успевает, ничего страшного. Можно делать чуть медленнее. Главное, не останавливаться. Хорошо, друзья. Сейчас переходим так же. 30 секунд работаем дольше. Не нужно, потому что очень сложное упражнение. Присед статический. Будем держаться. Держаться и не вставать. Поехали. Держим. Приседе 30 секунд. Не встаем. Совсем немножечко потерпим. Зато будет потом отличный результат. Точно не потеряем с вами никакую форму. Держим, держим, держим. Еще немножечко осталось. Потерпите. Все. Все. Отлично. Хорошо, друзья. Еще подготовили у меня для вас упражнения. Немножко осталось. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы выполняем как раз упражнение имитационное для брасса, для ногбрас. А такое больше не имитационное, а функциональное. Сейчас покажу. Встаем на четвереньки. Выполняем подъем стопы. Удар. Подъем. И в исходное положение. Поочередно меняем каждую ногу. Работаем 40 секунд. Поехали. Покажу вам сейчас еще сбоку, как это выглядит. Поочередно ноги. Поднимаем в сторону и вниз. Обязательно пишите, как у вас все получается. Устали, не устали. Как вообще тренировка. Может быть, для кого-то новое упражнение. Может быть, кто-то уже знал. Переходим в положение ежа на спине, друзья. Ну и сейчас добиваем. Работаем 40 секунд на подъем таза. Поехали. Кстати говоря, кому легко, кому легко, можно вставать на пятки, держать на пятках. Тогда будет гораздо сложнее. Ну, кому посложней, можете поставить стопы на пол. И тогда будет полегче уже. О, я жив. Отлично. Хорошо, друзья. Так. Ну и буквально одно упражнение. И мы завершаем. Пик третий у нас проходит. Расслабляющее упражнение спокойно будем выполнять. Ху-ху-ху. Отлично. Ну что, сейчас выполняем. Ноги брасл в упоре, сидя сзади. Сидя сзади. А затем ускорение ногами кроет. Посмотрим. Тяжелое упражнение, но мы справимся. Упор, сидя сзади. Подводим к себе пятки. Съединяем их. Отведение в стороны. И вместе. Вновь съединяем, в стороны и вместе. Но. Но. Мы ни в коем случае не опускаем ноги. Поехали. 30 секунд. Работаем. Да, действительно, это очень важно. Делаем без остановки и не опускаем ноги. Совсем немножечко потерпеть. Можно делать в своем темпе. Чуть быстрее, чуть медленнее. Это не страшно. Но главное без остановки. И не опускать ноги. Кстати, друзья, мы почти закончили нашу тренировку. Обязательно, обязательно пишите в комментариях, как у вас получилось сделать все 100%. Если будете смотреть записи, то тоже обязательно напишите нам. Будет очень интересно узнать, у кого какие трудности возникли, если они возникли. Ну что, друзья, финальное упражнение. Ноги кроли упали, сидя сзади. Попробуем. 3, 2, 1. Начали. Небольшие движения ногами совершаем. Можно ускорить сердце, позволяет функциональная подготовка. Ноги прямые держим. Носок оттягивает. Обязательно не сгибайте действительно ноги. Не опускайте их. Держитесь. Совсем немножечко у нас осталось. Почти все. Потерпите немножко. Держитесь. Друзья, отлично. Ну что, замечательно. Сейчас спокойное упражнение. Локомоции шаг вперед-назад. Со вдохом и выдохом. Поехали. Вам тоже спасибо большое, что смотрели. Обязательно сейчас не останавливайтесь на этом. Это тоже большая важная часть тренировки. Закончить все заминкой небольшой. Это очень важно. Вдох. Встаем на носок. Вытягиваем руки вверх. На носочке. Встаем и тянемся наверх. Долго не держимся, чтобы кровообращение не нарушалось у нас. Потянули и ослабили. Вдох. На носочке. Расслабились. Еще разок. Вдох. Расслабились. И заключительный раз. Вдох. Ну что, друзья, отлично. Спасибо большое за то, что смотрите наш эфир. Очень рад, что вас интересуют упражнения, занятия, особенно в такой наш непростой жизненный период. Это замечательно. Это очень важно. И я рад, что мы с вами поддерживаем физическую подготовленность и не теряем форму. Ну что, мы ждем открытия наших бассейнов. Напоминаю, у нас своя школа плавания, которая располагается в нескольких филиалах. В центре города, в нефтяниках, на левом берегу также есть детский бассейн, где занимаются ребята от двух месяцев жизни, совсем новорожденные. Всю нашу работу вы можете посмотреть в нашем инстаграм-профиле. Я надеюсь, мы его где-нибудь укажем. И там мы размещаем ролики, как мы занимаемся с ребятами различного уровня подготовки, возраста, также различных темпераментов, потому что ребята бывают совершенно разные, с разными интересами. И каждому из них нужно подобрать какие-то педагогические средства для решения задач. Поэтому будем рады вас видеть. Еще раз спасибо за тренировочку. Ждем вас снова. Если что, паблик ВКонтакте у нас тоже есть, но тоже можно подменить информацию. Но в инстаграме, конечно же, побольше, потому что там есть профиль и Ивана, там очень много всего, и школа плавания моей стихии. Также предлагаем вам сейчас пообщаться с нами в комментариях, если вдруг остались вопросы. Вообще, в принципе, как проходит ваша самоизоляция, любите ли вы ходить в бассейн, как вообще, какие стили плавания вам нравятся, рассказывайте все. Если вдруг есть какие-то вопросы, связанные с тренировкой, с бассейном, обязательно не стесняйтесь, спрашивайте. И до встречи. Всего доброго. Пока-пока.